Расширенная сельскохозяйственная ярмарка проходит у торгового центра «Экватор». Традиционно она сопровождается праздником «Мой адрес, Московский район». Сегодня администрация Московского района города Бреста награждает лучших работников разных профессий. И, конечно, радует брещан праздничным концертом. Праздник «Мой адрес, Московский район» подарил брещанам зажигательную концертную программу и хорошее настроение. Традиционно в этот день награды от Московской администрации находят своих лауреатов среди лучших представителей района в различных профессиях. У нас уже стала добрая традиция в рамках осенних ярмарок проводить праздник «Мой адрес, Московский район». Ну и в этом году, может быть, это юбилейный год, потому что Московскому району 45 лет с момента образования. Я вот вчера поднял статистику, как район за эти 45 лет. По территории прирост в 3,5 раза. Если бы в 78-м году площадь Московского района состояла чуть более 20 квадратных километров, сейчас более 76. По численности 2,5 раза. Тогда было чуть более 90 тысяч. Сейчас уже, согласно официальным данным, чуть более 234 тысяч населения. Ну и мы ежегодно расстраиваемся. Вырос большой заречный жилой комплекс. Прерастаем по учреждениям образования. Если я всегда говорил, что в последние годы, что нато 74 учреждения образования. В этом году сдался садик еще один, да, восьмой, в заречной части. Нас уже 75 учреждений образования. Строится еще на Бульке один садик. Поэтому район развивается. Ну и самое главное, то, что наше достояние – это люди, которые работали, которые сейчас работают, которые составляют славу Московского района. Среди награжденных сегодня специалисты лучшие по профессии, по конкурсу, по благоустройству. Также районный праздник не мог обойти стороной неделю родительской любви. В торжественной обстановке прошло чествование семей, отметивших 50 лет совместной жизни. Хоспис занимается палеотивной помощью. Помогает людям улучшить качество жизни в том тяжелом состоянии, в котором они сегодня находятся. Также оказывает помощь их родственникам в социальной передышке. Потому что это достаточно тяжелая категория людей. И иногда, помимо того, что страдают сами пациенты, страдают психоэмоционально с нами родственники. Поэтому наша задача облегчить психологическое состояние близких людей, окружение этих тяжелобольных. Ощущение, ну я не могу сказать, что эйфории, но очень приятно. И хочется, чтобы у меня все получилось дальше. И чтобы у всех нас все получилось. И чтобы люди, которые находились в нашем учреждении, действительно испытывали качество жизни. Даже в самые последние минуты жизни. Сельскохозяйственные ярмарки – это замечательная возможность для предприятий и фермеров продать свои товары. А для брещан выгодно сделать покупки. Ассортимент товаров широк – от овощей, фруктов и живой рыбы до меда, саженцев и цветов. Брещане идут на ярмарки не только для того, чтобы затовариться на зиму, но и для того, чтобы пообщаться и получить консультацию. В самый разгар сельскохозяйственных ярмарок можно сделать запасы на зиму вкусных, недорогих продуктов отечественного производства. Здесь можно найти все – от свежих овощей и фруктов до меда, рыбы и ремесленных изделий. Празднично украшенные ларьки приглашали гостей насладиться обилием сельских вкусностей. В одном, мы уверены точно, сельхоз-ярмарка заворожила нас разнообразием товаров и угощений. Всего было представлено более 230 предприятий. Как идет торговец? Очень хорошо. Эта ярмарка прям самая яркая, я бы сказала. У нас не только арбуз, но и гранаты, и сок. Расскажите, ассортимент у меня – азербайджанский гранат, привезенный с плодородной земли. Сок я давлю собственными руками на специально профессиональном прессе, чтобы люди повышали гемоглобин в течение недели, выпивавши вот эту бутылочку. Первую часть в этих ярмарках? Нет, уже 20 лет. Ну, я, во-первых, пришла для того, чтобы купить картошку. Выбор очень большой. И посмотреть тыкву, потому что вчера в вечернем Бресте прочитала, что у нас выросла самая большая тыква – 500 килограмм. Было очень любопытно сфотографироваться, ну, вообще посмотреть новый формат. Я была в прошлом году возле короны, но она была немножко меньше. Здесь значительно масштабнее. Ну, с погодой повезло. Все улыбаются, все хорошо, все замечательно. Я участвую не первый, я участвую с 2000 года. Это уже 23-й год. Я участвую в ярмарках, постоянно. Как идет продаж? Ну, в принципе, все хорошо. Что выращиваете? Ну, я выращиваю почти весь ассортимент овощей. От картошки, включая редкие овощи, типа петрушка корневая, сельдерей корневой, черешковый сельдерей. Вот такие вещи, которые даже никто не выращивает. То я петрушку корневую только у меня. Здесь можно найти больше ни у кого. Царь тыква или тыква-великан достопримечательна сегодняшней ярмарке. Ее вес 480 килограмм. Привезли ее благодаря ТикТоку. Хозяева тыквы обратились к Брестскому горисполкому с просьбой помочь довезти экспонат на выставку. Сегодня она – отличная фотозона для осенней ярмарки. Накануне ярмарки в интернете распространилась информация о том, что под Брестом вырастили гигантскую тыкву. В опубликованном видео ее хозяин обратился к властям города с просьбой помочь доставить красавицу в Брест для демонстрации на ярмарке. Вопрос был оперативно решен. И с помощью коммунальных служб оранжевый гигант достиг пункта назначения. Обречание с удовольствием фотографируется с царь тыквы. В принципе, ничего сложного. Главное – уход. Из ухода – это больше всего, конечно, полив и вовремя выполненные агротехнические мероприятия. Поэтому, в принципе, любой человек может вырастить спокойно тыкву в 400 килограмм, даже если он дачник выходного дня. Потому что, в принципе, я такими являюсь. Потому что дача находится достаточно далеко от Бреста, ну как далеко – 12 километров, поэтому ездить постоянно туда возможности нет. Никаких там суперсистем полива. Там нет никакого капельного. Просто, как говорится, взял лейку, побежал, полил. Мы обратились в ТикТок и другие соцсети, где, в принципе, заметил этот город. И в этот же день со мной связались для того, чтобы выполнить ту просьбу, которую я озвучил в ТикТоке. Чем вы решили привезти на ярмарку? Ну, мы привозили в 2018 году тоже две таких тыквы. Они были немножко поменьше – 420-380 килограмм. Их там же и взвешивали. Чтобы, в принципе, такой интерес был у горожан. И, в принципе, многие люди увидели, что ничего сложного, в принципе, в этом нет. И да, бывают такие огромные овощи. Осенняя ярмарка и районный праздник – замечательный повод для горожан провести время весело, полезно и информативно. Они подарили брещанам возможность созладиться атмосферой традиции и колоритой сельскохозяйственного ремесла. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.